Активный рост и урожайность растений во многом зависит от количества полученных минералов, витаминов и полезных веществ. В последнее время огородники все чаще отказываются от химических удобрений и стараются подкармливать свои всходы натуральными органическими удобрениями. И одним из таких довольно эффективных удобрений является хлебная подкормка. Секрет такой подкормки кроется в дрожжах, которые содержат в себе большое количество полезных веществ, включая стимуляторы роста и микроэлементы. После того, как дрожжи попадают в землю, они улучшают структуру и плодородие почвы, а также усиливают действие ранее внесенных удобрений. После внесения хлебной подкормки результат будет виден буквально через несколько дней. Рассада начинает лучше расти, так как у нее оживает корневая система. Она становится крепкой и здоровой. После такой подкормки плоды становятся вкуснее, а урожай обильнее. Хлебное удобрение считается абсолютно безопасным и полностью натуральным. Приготовить его не сложно, поскольку не нужно точно отмерять количество ингредиентов. Единственное, если используете сухари, то берите те, что подсушены естественным путем, а не из духовки, так как при сильной температуре активность дрожжей пропадает. Воду берем из расчета заготовленных сухарей и хлеба. Даже если концентрация окажется выше нормы, то растения не пострадают. Итак, для приготовления хлебного удобрения хлеб или сухари измельчаем на небольшие кусочки и замачиваем в воде так, чтобы они были полностью залиты. После этого плотно закрываем крышкой под грузом, чтобы хлебные комочки не всплывали на поверхность. И убираем емкость на неделю настаиваться в теплое, затемненное место. По истечении положенного времени раствор процеживаем. Разводим 1 к 10 и можно поливать растения такой подкормкой 1-2 раза в неделю. Вносить такое хлебное удобрение можно под любую рассаду, кроме картофеля, лука и чеснока.